А какими будут новые люди? Будут ли открыты новые способности, возможности? Ты есть сейчас, да? В этом вибрационном сквале. Ты переходишь в какой-то более высокий вибрационный скваль. Ощущаешь ли эти изменения в себе способности, возможности? Есть ли ещё такие люди, как ты в этом условии? Какие они? Какие ли вопросы? Неожиданно. Я понимаю, что чем больше человек посвящает внимание внутрь себя, тем больше он развивает то, что есть в нём внутри. Это как читать и писать. Чем больше ты тренируешься, тем больше ты это умеешь, тем быстрее ты этому учишься. И здесь, на мой взгляд, это как-то так. То есть чем больше ты занимаешься собой, тем больше ты развиваешь свои какие-то возможности и способности. Если 20 лет назад, вспомни себя и тех людей, которые ты знала, которые тебя окружали вообще, которые были вообще в мире, к своему мнению, они были такие, как сейчас у тебя в жизни или другие? Ну, они были разные. Некоторые, как сейчас, некоторые другие. Ну, основная масса. Да, наверное, все по-разному. То есть свой индивидуальный путь развития. И вот смотри, кто-то расширился и как волнук перешёл в другой слой вибраций. И ты тоже. А кто-то остался в своём слое. И это ответ же туда же. А что с теми людьми, которые не понимают, не осознанно, не чувствуют, не пробуждают? Понимаешь смысл? Понимаю. И вот те люди, которые тебя окружают в этом вибрационном слое, когда ты сюда уже перешла, то они совсем уже другие. И когда ты расширишься, перейдёшь на ещё более глубокий уровень. Это индивидуально для каждого. Просто в общем коллективном сознании это как будто вся планета проходит, да? Тебя будут окружать такие же люди, как и ты. Но уже на том уровне развития, на который ты перешла ещё лучше. С каждым слоем притягивается те люди, которые позвучены, резонирующие между собой, свои внутренние восприятия мира, свои вибрации. На каждом уровне вы будете похожи между собой. Кто-то чуть-чуть больше, кто-то чуть-чуть меньше, но где-то примерно в одном диапазоне. Об одном. Люди будут везде об одном. На каждой волне вот этой ступенечки. А вот способности, вот те способности, которые мы считаем там сверхспособностями, они будут как-то раскрываться по мере повышения вибраций, по мере перехода вот на эту другую мерность. Конечно, они сейчас уже раскрываются. У каждого одинаковые будут? Или как-то? Нет, мы уже говорили об этом. Это не может быть у каждого одинакового. У каждого индивидуально, потому что у каждого своя скорость. У каждого своя скорость. А вообще вот этот спектр способностей, их наименования, грубо говоря, которые можно получить своими собственными расширениями, он у всех одинаковый? То есть возможность получить способности, она у всех одинаковая? У всех одинаковая. Первое — это материализация мысли. И по мере готовности она раскрывается от того, насколько человек готов. Очень бережно раскрывается, потому что, когда человек не готов любить, принимать, он может просто вредить себе, своей жизни и другим людям своими творениями мыслительными. Поэтому вот материализация мысли у каждого бережно раскрывается по-своему. Только больше внутреннего расширения, любви и принятия в понимании кто-то и что может последовать за каждой твоей мыслью и чувством. Больше раскрывается вот скорость этой материализации. У кого эта скорость нейтрализации меньше, там просто буфер времени на переосознание больше. Кто-то мгновенно нейтрализовывает свои желания, свои предотворения. Кто-то очень долго не может что-то одно створить. Потому что если бы не было вот этого времени, если бы любви и принятия в человеке недостаточно, ему нужно время, чтобы даже не массу энергии набрать, а чтобы точно утвердилось это и желание себя хочется творить. Потому что там очень нередная материализация. Нередная она такая, ты бы очень... Человек в сомнениях, да, тогда решается. Да, это понятно. То есть получается материализация мысли это тоже своего рода, сверхспособность, которая раскрывается одна из первых. Она ускоряет. Одна из первых, она просто ускоряет. Тогда вот. уже на другом вибрационном уровне она просто ускоряется. Здесь нужно быть очень осторожным. То есть с своими чувствами, своими убеждениями, своими мнениями. Потому что всё это очень быстро, это очень ускоряется и мгновенно происходит. Нету в уферах времени для обезопасивания человека, чтобы переосмыслить. То есть очень нужно чётко думать, правильно формулировать свои какие-то запросы, намерения. Это об этом? Об этом. И лучше вообще лишнего ничего не думать. Думать только то, по факту, что тебе необходимо. Осознанно, осознавая свою жизнь. Ну опять же, вот это я интервью, что вы говорите. Осознавая, что ты хочешь, чётко понимая, выстраивая свою мысль, которую ты отправляешь в пространство. Так? Абсолютно. Благодарю. То есть получается, вот из-за этой скорости материализации мыслей увеличивается скорость событий в жизни человека. Увеличивается. Увеличивается. Это тоже такой, как бы, вот эффект того, что человек ускоряется. Вот смотри, ты дух, который встречается в это время, хочет участвовать в этой валютной личности. Для этого освобождает все свои программы нужные, да, позволяя проявляться в себе как духу через физическое тело. Так интересно. Хочется попробовать еще так поиграть. Но способности просто колоссально сумасшедшие, скорость сумасшедшая. Конечно, это все будет постепенно раскрываться. Конечно, это все должно устаканиваться, как-то адаптироваться к этой безграничной просто силой измерения через тело тебя, как человека. Может, одним взглядом все что угодно создать, все что угодно сломать, как вспышку. Поэтому это все вот так происходит. Очень медленно трансформируясь, эволюционируя, заходя, пробуя, перементируя бережно, потихонечко. О каких способностях ты говоришь? Там просто этих способностей вымолево, чтобы хоть мир одним глазом создать. Ты как дух заходишь сюда, умедляешься до уровня приятия человека, чтобы вас принимать. По мере эволюции как человека ты все больше и больше заходишь в тело, еще больше чувствуешь этот мир как дух. Понимаешь? Как Бог? Да, понимаю. Какие будут способности открываться в переходе? У каждого будет открывать эти способности, насколько адаптируют своего тела, его личность, сколько соединений, соприкосновения с миром, духа происходит. Все больше, 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 все что угодно может там раскрыться. Даже человеческое непонимание слов нет. И вот слышала такое, что когда уже много людей перейдут на этот уровень сознания, на эту мирность, то будет возможно и телепатическое общение. Абсолютно, конечно. Но почему очень важно раскрыть себе любовь, принятие? Почему негативное? Потому что чтобы только из любви такую мощную силу вообще можно позволить как-то проявлять, потому что если такую мощь проявлять из негативных проявлений, то только разрушение колоссальное может происходить. Такое уже было в мирах, когда миры друг друга просто уничтожают из-за неуправляемой мощи, которая могла быть негативным проявлением своей. Поэтому сейчас очень важно максимально раскрывать сердце, максимально освобождаться от всего, что может внести в себе верные разрушения, тогда будет открываться все больше и больше и больше вот этих энергий вот этих способностей, потому что они безграничны. это телепатическое общение, это совершенно новая земля, это совершенно новые технологии, это идеи, это даже не описать, не могу подобрать сюда слова, но это все очень индивидуально и принимает решение по свободе воли своей карты человек, какой скорости, каким темпом осознавать это, чувствовать, плюс кто-то это выбирал, а кто-то не выбирал. Спасибо за пояснение, очень подробно и очень понятно. И вот мне сейчас пришло в голову вопрос по поводу тела физического, я уже спрашивала, но вот сейчас мысль такая посетила про болезни, то есть про болезни тела вообще невозможны в этой нервности, куда вот мы стремимся, куда у нас есть возможность вибрационно подняться сейчас. В той нервности они невозможны, потому что там уже никаких убеждений нету по поводу того, что что-то хорошо, что-то плохо, что-то вредит, что-то нету понимания вот этой дуальности, разницы, там есть что, просто одно, все одно, все всегда хорошо. Все в болезни, в болезни это сопротивление, это несогласие с чем-то, это напряжение, это в любом случае негативные программы, в любом случае. И пока человек остается в этих негативных программах, в принципе туда быстро не попадет, пока не освободится от них, там этого нет. Это здорово, что там этого нет. Там просто даже другое поле, там другое поле энергетическое, в самом теле, на самом теле. На самом теле. Тело как-то меняет структуру, тело становится как будто легче, прозрачнее, как будто через него все как через, не как через сито, да, прошло, а грязь осталась, а вот как наоборот, как мимо, как сквозь. Сейчас все через человека проходит как через сито. Пронеслась проблема, ситуация, камушки остались, да. Что-то стало, что-то прошло мимо, да. Да, а здесь ничего нигде не остается, просто чистый поток постоянно. А благодаря чему такое происходит, вот что? Высокая чистоте вибрации, оно растворяется еще не соприкоснувшись с моим, не знаю. А вот как-то задействованы в этом процессе вот такие вещи, как яснознание, например? Яснознание, это тоже естественный процесс. Ясное чувствование. Чувствование, знание, то есть тут потальное погружение соединение с собственным я, которое знает, чувствует, понимает, слышит все вокруг себя, все абсолютно, все от живого до материального. Это как протянешь руку к цветку, а он тебе попросит не умай меня. Это естественное внутреннее знание, чувство, понимание, видение. Вот эти первичные способности, ускорение, материализация мысли, плюс вот это внутреннее чувство, знание, восприятие, естественное состояние. И оно помогает также естественно, конечно же, чувствовать, что тебе нужно, что тебе не нужно. Но там нет такого понятия, мне что-то может навредить. Там же он даже не потянет туда, где что-то может навредить. Там нет хорошего, нет плохого. Там есть благо, все во благо. Если что-то будет еще пролетать, долетать, оно будет осознаваться, переосознаваться и трансформироваться мгновенно. Это прекрасное место. Я туда хочу. Хочу там оказаться побыстрее. Ты уже здесь. Ты уже здесь. Я уже здесь. Спасибо, что вы меня не видели. Благодарю. Скажите, пожалуйста, вот мы слышали, что на Земле много тех, кто помогает сейчас в переходе. Правда ли это? Конечно, тоже светлычки. Светлычки, конечно, конечно, это очень здорово. А почему они пришли в это время? Что им нужно делать? Помогая другим, они трансформируются тоже сами. Да, осознают какие-то вещи, расширяются. И идет дело не о том, что вот я помог, значит, я расширился. Нет, нет. Это как, когда учитель учит ученика, по мере опыта он эту тему раскрывает еще шире и еще красивее. Также светлычки, по мере подсвечивания тем, кто интересуется и хочет идти на этот свет, они расширяются и осознают еще больше, прорабатывают свои внутренние негативные проявления, да, как зеркала. А некоторые вещи люди в себе не видят. И только благодаря тому, что они увидели это в другом, подсветили в другом, они могут обнаружить это и в себе. Такая цепочка опять младшенькие, да, подсветили. И вот нужно им что-то делать специально, таким людям, которые помогают в переходе? Нет, абсолютно нет. То есть просто быть? Просто быть? Просто быть. Те, кто должен прийти, они сейчас просто на каком уровне уже в общении происходит телескопически, даже если это узнается людьми. И все друг к другу потянутся, кому надо. То есть получается, что те души, которые должны прийти к определенному человеку, который может помочь в этом переходе, они и сами придут, потому что уже есть полюбористер. Когда тебе нужна какая-то информация, ты хочешь с чем-то разобраться, и у тебя есть внутреннее намерение с чем-то разобраться, в течение какого-то совсем длительного срока ты почувствуешь и тебя подтянут туда, где ты получишь эту информацию. Вот в такой ситуации вот тот человек стал для тебя тот момент светлячком, который помог тебе разрешить твой вопрос. И ты двигаешься дальше. И вот так вот все, все между собой вот так. Тебе вот в пространстве создаются условия, когда соприкасаются. Случайно казалось было так. Вот так специально ничего делать не нужно. Просто светить. Просто быть, просто светить, просто доставать свой свет и проявлять его каким-то образом. А вот проявлять его каким-то образом, это как? По-разному. Тебе нравится. Главное, чтобы тебе это нравилось. По внутреннему отклику? Только по внутреннему отклику. Правило номер один. Ну, то есть, правильно я понимаю, то есть, если хочется, допустим, собрать вокруг себя большую массу людей. Ты каким-то образом это берёшь и делаешь, да, через современные средства и возможности. Если не хочется, то просто будь. И этого достаточно. Тебе пространство будет выдавать любым человеком. Хоть ты будешь вести за собой миллион людей, хоть ты будешь вести за собой одного, если работает сарафанное радио, но к тебе придёт миллион людей. Это твой внутренний запрос. Хочешь? Готова ты делиться своей энергией, светом, знанием? Хочешь ты? Люди придут. То есть, насколько хватит тебя внутри, да? Насколько у тебя есть внутреннее намерение? Хотя есть отклик, ты можешь создавать внутреннее намерение. Благодарю. А что бы вы хотели посоветовать вот таким светлячкам и, может быть, передать какие-то рекомендации? Не будете спрашивать. Не превращайте в это. Это то, что вы должны что-то делать. Не превращайте это в то, что вы обязаны спустя мир. Всё уже происходит само по себе. То есть, правильно я понимаю, кто осознаёт себя вот таким светлячком, ему важно как бы снять с себя груз этой ответственности, этой миссии? Груз ответственности. Очень много такого восприятия, что мы должны пишеть, пить в колокола, собирать масштабно, массово, доносить. Оно становится и так происходит. Сделайте себе удовольствие. Не надо наскалять установку. Всё хорошо. Не надо никуда спешить. Не надо бояться не успеть. Не надо подгонять людей. Трансформация — это процесс. Это не время и не практика. Это процесс. Процесс раскрытия бабочки из кокона. Не надо гнать людей в шею. Давайте, 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 давайте быстрее совершим переход. Не успеем. Ворота закроются. Нет никаких ворот. И никто от вас не закроется. Вот такие фанатичные люди создают ложную информацию, потому что этот процесс идёт. У него нет даже названия — переход. Жизнь эволюционирует. Люди раскрываются. Энергетическое поле меняется, расширяется. Поэтому нет конкретного названия, конкретных дат, конкретных ворот, конкретных главных в этом персонажей. Главных персонажей — каждый человек. Конкретных главных этому специалистов. Естественно, образ эволюции и сознания происходит. Что мы люди, что мы иногда смешные. Мы много чего не понимаем, и нам нужно всё вот так подробно объяснять. От всей души благодарю. И у меня ещё буквально пара вопросиков осталось. Есть ли какое-то у вас послание для человечества? Не создавайте концепции. Не создавайте себе концепции. Не загоняйте себя в рамки. А что самое важное нам надо понять на данный момент и передать это другим? Вам нужно найти свой центр. Каждому индивидуально в себе найти свой центр. Если я вас правильно поняла, то речь идёт о связи со своим большим «я», со своей большой душой, со своим состоянием «я есть». То есть связи души и тела, и личности, духа. Да. Так и есть. Натиск свой центр и жить из него. Потому что за этим, как вы его называете, переходить, вы уже живёте не как «я» — личность, а как «я» — дух в теле. Да, разница существенная. Согласна. И пока вы не перестанете жить в борьбе, в жертве, в нужде, не обратитесь туда, в центр. Не заберёте все эти части внутри себя. Не почувствуете. Не сдадитесь. Сами себе же свои деньги, да? Все свои части. Пока не начнётся, просто не начнётся вот этот процесс, когда «я» — дух, живучий, всё это — тело, в этом мире. Я пытаюсь, хочу ему потрогать ещё какой-то больший день, да? По мере эволюции, да? Чем человек раньше мог потрогать себе космос. Это самое главное. Это сейчас самое главное. Без этого просто человек остаётся в более чуть-чуть в миграционном низшем слое, пока он не начнёт подниматься, да? Соединяться, чтобы ощутить свой центр, раскрыть все те возможности, которые может проводить человеческое тело благодаря той мощи, только так он может увидеть волшебство, да, этого нового мира, а по-другому никак. Позволить принять, понять, что ты дух в этом теле, сдаться в этом, и жить из этой любви, из этой силы, из этой мощи, из нести на себя, стоящего в тем, как ты всегда был просто для себя. Это как раз то важное, с чего начинают очень многие с осознания себя, что они есть больше, чем просто тело, чем просто физическое тело. К сожалению, людям ещё страшно отпустить контроль и довериться вот этому пониманию, довериться и дать возможность себе, как духу, творить по-другому, не как в системе принято, а по-другому. Это такой процесс, который тоже некоторых людей держит очень крепко, и они находятся в том своём вибрационном слое, но потихонечку, потихонечку, в светлячке. То есть с помощью вот этих вот людей, которые помогают в переходе, вот этих проводников, светлячков, они могут в общем-то себе помогать решать вот эти проблемы и подниматься вибрационно. Да. Очень сложно. Но опять же, те, кто хочет это выбирал как опыт. Что сподвигает людей вот к осознанию того, что нужно что-то в своей жизни менять, что нужно каким-то образом по-другому действовать? Страдание. Паксимальное страдание. Это очень помощный контроль для хорошего получения к переменам. Правильно я понимаю, что вот катаклизмы, проходящие на Земле, происходящие на Земле, в том числе и войны, это в общем-то часть того, процесса пробуждения людей. Абсолютно. Там находятся те души, которым это необходимо. Те души, которые нужны, которым это нужно. Сейчас созданы декорации на планете всех уровней. Кому-то нужно там, кому-то здесь, кому-то здесь. через страдания есть шанс, что больше душ проснется. так, туда нет первый пункт, который очень дает мощный толчок переменам. Есть еще просто желание и золк, золк души, золк души. Не торопитесь. Все всегда идет как надо, все для чего-то. Просто наблюдайте для чего. Много не думайте, не пытайтесь логикой изменить какие-то вещи, не пытайтесь логикой решить какие-то вопросы. Это беспомощно. Сейчас уже на этом уровне логика не работает. Работает. Ум встает на свое место, на то место, где он был создан, для обеспечения безопасности, анализа. Ситуации в никаком случае не для управления. То есть через ум управлять сейчас уже не получится? Нет, это творчество. Он не творчество, это компьютер. Это творчество, творение, естественное творение. От сердца, да? От сердца. Спасибо вам за это общение, за этот разговор. Субтитры создавал DimaTorzok